Вечерний перехват. Серьезно о серьезном. Об этом и других направлениях своей работы расскажет Самохин Геннадий Викторович, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского, президент Российского союза спелеологов. Добрый вам вечер. Добрый вечер. Геннадий Викторович, про Турцию обязательно расскажите, а сначала расскажите о последней своей экспедиции. Слушайте, у спелеологов тоже так, как у летчиков, не говорят последнее, а крайнее? Или вы лишены этих предрассудков? Я лишен предрассудков вообще. Слава Богу, я тоже лишен этих предрассудков. Конечно. Причем это и не по-русски звучит. Мне нравятся. Ну, последние и последние. Экспедиции были в Абхазию, были в Северную Осетию уникальные. Вот буквально недавно мы приехали, ну, две недели назад, приехали из Чеченской республики. В Чеченской республике исследовали пещеры в длине реки Шаро-Аргун. Чем они уникальны? Из карстового массива, из известняковой горы, вытекает сероводородная река. В пещере с потолка капает соляная кислота. Кислота? Потому что сероводородная река вытекает. Как она ее не разъела? Вот, она разъедает как раз. Но в этой сероводородной реке живут уникальнейшие бактерии. В чем уникальность этой пещеры? Здесь уникальные бактерии, которые образуют собственный биоциноз, замкнутый биоциноз, основанный не на фотосинтезе, а на потреблении серы. Есть бактерии, которые серу извлекают из этой реки, из подземной. Есть бактерии, которые кушают этих бактерий. То есть, биоциноз образовался. Общий биоциноз. Есть, которые создают не только серу, а самородную. То есть, в карбонатной пещере слой серы. Вот желтая серая такая, кристаллическая, самородная серая, которая образуется посредством именно бактерий. Слой гипса, который тоже образуется в бактерии. Мы видим, висит маленький стелоктитик. Я думаю, ну, потрогаю пальцем, он живой. Это живая пленка, это живые бактерии. Все это вообще уникально. Мы, конечно, такая революция, ну, одна из революций в биологии, в микробиологии. Это была известная пещера и речка? Ну, река известная, конечно. Именно пещера, одна из пещер, там сейчас такой целый кластер, там около восьми пещер. Одна из пещер была известна. Называется, она так и называлась в переводе серная пещера, Шекихех. Северная пещера, но в ней, как спелеологи, с точки зрения науки и исследования морфологии пещеры никто не работал. Там приходили люди, там большой входной грот, вот именно в этой пещере. Но таких пещер там несколько, вот около восьми, и во всех них разная, уникальная, по-разному микробиология. Потому что разные концентрации серы, сероводорода в воде, то есть разная кислотность этих вод. Так что везде по-разному. Слушайте, туда надо не столько спелеологам, сколько микробиологам? Так и было. Были и микробиологи с нами. С нами работала наша коллега из Уральского отделения Российской академии наук, из Уфы, из МИАСа и Екатеринбурга. Которые были микробиологи, были минералоги и вот мы спелеологи. То есть мы делали это по съемке пещер, делали извлечение минералов и извлечение микробиологии. Мало того, мы на основании этих знаний встречались с министром природных ресурсов Чеченской республики и сказали, что это дело нужно обязательно заповедовать. Это обязательно уникальное мероприятие, которое необходимо сделать. Нашли поддержку, безусловно. Сказали, что сделают заповедный объект. Ну, это обязательно. Мы предложили на федеральном уровне, но на федеральном уровне это займет несколько лет. Это не такая простая задача. А на оригинальном уровне республики, конечно, да. Ответ да. То есть мы еще содействуем созданию заповедных объектов. Сохранению. Сохранению. Да, конечно. Уникальных объектов. Это тоже очень важно. Ну, и сейчас мы пишем статьи, обрабатываем все эти образцы, которые мы взяли. Некоторые из них нужно было сразу же на месте обрабатывать. То есть мы договорились с лабораторией в Грозном. В течение суток нужно было доставить воду с разных источников, с разных пещер в эту лабораторию. Чтобы доехать до этой пещеры, вот в этот момент мы ехали полтора часа на большой-большой дукомашине, на Камазе с большими колесами по руслу реки. Прям просто по руслу. Чуть ли не там полтора метра высота воды было. Сколько рыб вы погубили? Там рыбки такая, гордая река. Это река гордая. Там, может быть, и есть, конечно, но их там поймать непросто. Но, в принципе, есть. Тем более колесами задавить-то. Да, они такие, наверное, не поймаешь. Они такие там живчики, еще те. Мы пробовали ловить. Пробовали ловить. Там есть форелька и усачки. Форель, конечно. Ну, и так ничего не поймали. Мы не умеем ловить, конечно. А вот в этом исследовании пещер принимали участие чеченские ученые? Конечно, безусловно. Тоже, да? То есть такая... Принимали чеченские наши коллеги. И очень активно нам помогают. Руководил, принимал участие директор Аргунского музея-заповедника, так называемый. Но он уже, правда, вышел на пенсию буквально несколько месяцев назад. Но он является руководителем. Он сам писал диплом по спеллологии. Не является карстологом. Мы с ним пишем сейчас. Ну, пытаемся писать монографию по карсту Чечни. По другим регионам. Не только по этому региону. По другим регионам. Мы путешествуем. Это уже четвертая экспедиция в Чечню большая. Геннадий Викторович, чем карст Чечни отличается от крымского карста? Вот хотелось казаться, что это похоже. Вот совсем не похоже. Потому что большие массивы, но больших пещер нет. Много известняковых массивов, они переславиваются с гипсами. Но почему-то крупных пещер... Ну, вот мы пока... Интересно. Предположение, рабочее предположение, что более молодое поднятие. Вот. Более молодое еще не успело развиться. Не успело развиться карстовые процессы. Потому что эти процессы идут десятки тысяч лет. Ну, можно сказать, даже миллионов лет. Даже миллионов. Да, можно миллионов лет сказать. Сейчас здесь интересно работать с точки зрения археологии. Многие пещеры использовались для гротовых захоронений. Это культура аванов, культура первых чеченцев, пра-чеченцев. Да, вот они как раз занимались, хоронили своих предков. Вы с этим сталкивались? А, вот как. Мы сталкивались, у нас с нами были археологи, в предыдущей экспедиции у нас были с нами археологи. Мы находили запечатанные, неразграбленные, слава богу, неразграбленные гробницы. Мы их так и оставили, ничего с ними не делали, потому что у нас не было открытого листа. Мы все передали нашим коллегам, кто имеет это разрешение. То есть, мы видим, что стенка такая, кладка из камня, переграживающая пещеру и закрывающая то самое место захоронений. Ну, и были уже, к сожалению, разграбленные участки, где просто кости валяются. Это не типичное захоронение? Это захоронение знати? Я не готов сказать. Я знаю, что для этой территории это типично. То есть, они все хоронились так. Там башенная культура, так называемая, и гротовые захоронения. Ну, да, мы видим эти башни, они на всех фотографиях. Да, и чеченские, и лингушские башни, да, это все, в общем-то, похоже. Геннадий Викторович, а чем важно для вас, вот, для спелеолога, ну, у нас достаточно в Крыму крымских пещер, а вы тратите деньги, ездите в Чечню, на Кавказ? Да, тем более, еще тратим ездим за свой счет. Вы еще куда-то поедете? За свой счет, да? Да. Мало того, еще и со студентами ездим. И отпуск. У нас поехали со студентами, и первый курс, и четвертый курс студентами нашего Крымского федерального университета. То есть, люди интересуются, это тоже все очень интересно. Чем отличаются, ну, вот мы же объясняем. Почему надо ехать туда, а не здесь? Или здесь? Здесь интересно, здесь тоже интересно, и здесь тоже исследуем, и там интересно. Может быть, там просто больше неисследованного? Конечно. Северный Кавказ очень мало исследован. И он больше по масштабам? Очень мало исследован, огромные регионы. Если мы здесь находим в Крыму, ну, новую пещеру, мы такое открытие года, открыли новую пещеру, или даже открытие двух лет, так это здорово. А там мы открываем целые карстовые массивы, на котором десятки пещер. То есть, это поле деятельности для не только одного человека, для групп. Мы сейчас, как разведчики, говорим, что это интересный массив, ребята, приезжайте. И сейчас уже заинтересованность среди российских спелеологов, которых в России, ну, порядка, там, двух-трех тысяч человек, большая к этому региону, потому что интересно исследовать что-то новое. Не подходить по туристические тропы, туристические маршруты. Так, есть такой термин у спелеологов «своя пещера», свой регион. Ну, в кавычках, конечно, свой регион. Где ты исследуешь пещеры, открываешь их, проходишь, там, расширяешь, ныряешь, ну, целый комплекс делаешь спелеологических мероприятий. Ну, российские спелеологи, конечно же, объединяются. Это вот очень интересная тема, которой бы хотелось тоже коснуться. Объединяются во что? Всероссийский союз спелеологов? Да, причем это произошло не так давно. А вот так вот? Серьезно? Да, это произошло недавно. Почему? Вот в Украине была украинская спелеологическая ассоциация с 1991 года, а в России не было такой ассоциации, не было объединения. Причины, ну, скорее всего, потому что очень крупные клубы в России, каждый самодостаточный. И только сейчас мы поняли, в общем-то, по сути дела, уже в 16-17 году мы только осознали, что нам это необходимо, отбросить все недопонимания между лидерами клубов, которые яркие, интересные личности, объединиться, и решать вопросы надклубные с государством, с общественными организациями, с управлением, с привлечением, ну, наверное, там, средств массовой информации, спонсоров и других. Другие моменты. Я прошу прощения, сделаем небольшую паузу. Геннадий Викторович, да, продолжайте. Продолжайте, Геннадий Викторович. Одно дело, когда вы от себя говорите. Конечно. Другое дело, когда вы говорите. Просто я говорю, когда мы приходим к любому чиновнику, любую организацию, и приходим, и говорят, нам нужна помощь. Всероссийская общественная организация, нужна поддержка в том-то и том-то. А мы вам сделаем такую-то поддержку. То есть не просто клуб «Солнышко», ничего плохого в этом не имею, есть такой клуб «Солнышко» в Новосибирске, или клуб «Зержинец». Хорошие ребята, но приходит клуб «Солнышко», мы все как-то так, ну, понимаем, да, все-таки здорово, дети, хорошо, но это все хорошо. Либо Всероссийская общественная организация, которая помогает решать вопросы с заповедниками, с органами местного соуправления, с общественными организациями. Ну, например, мы надеемся, что уже на следующей неделе, мы хотели вообще на этой неделе провести официальное, такое помпезное заключение договора о сотрудничестве с Русским географическим обществом в Москве. Мы давно уже подготовили его, согласовали, осталось только дату назначить, когда будем руки сжать и подписывать на высшем уровне. По сути, это как общественные организации, а не как сестры. И цели задачи очень похожи, действительно. И на съезде Российского союза спеллёгов, который проходил в Симферополе, к нам прислал приветственное слово Артур Николаевич Челенгаров. То есть, он написал, мы его зачитали торжественно, то есть, он сам вызвался. Учредительная конференция у нас была в Симферополе? Нет, учредительная конференция была в Москве в штаб-квартире РГУ. Это было два года назад еще. А сейчас был третий съезд уже. Третий съезд. Третий съезд, мы проводили его на базе Крымского федерального университета. Съехалось около больше ста человек из 30 регионов Российской Федерации. Самые дальние для нас это Сахалин. Сахалин, Владивосток, Хабаровск. В общем, все регионы, почти все регионы, где хоть как-то есть спеллёги, были представлены. То есть, люди не пожили времени, сил, средств. Понимаете, да? Понимая важность. Да, понимая важность. Понимая важность регионального развития Российского союза спеллёгов. Георгий Геннадий Викторович, не хочу ничего сказать, мы всеми вами восхищаемся, но чтобы возглавить общественную организацию на такого масштаба, надо быть хорошим интриганом. Надо плести интриги, надо как-то вот… Потому что все же хотят стать главным. Ну, знаете, у нас есть такой слоган, который мне очень нравится, это спеллёгов, что подземный мир един, и всем хватит места под землёй. Звучит очень аптилитично. Это официальный слоган? Ну, конечно, нет. Конечно, не официальный услоган. Под землёй места хватит всем. Всех не, да. Девиз российского союза спеллёгов. Поэтому говорить о том, что какие-то интриги, это совсем неуместно. Вот так. Потому что места хватает всем. Среди спеллёгов такого нет. Места хватает всем под землёй. Да. И направленности очень разные. Мы сейчас хотим действительно ещё поговорить не просто с точки зрения спорта или науки, с точки зрения образования. Потому что исследования, это же не только спорт. Первое, с чего началось палеология, это спорт плюс наука. Тоже такое значительно важное мероприятие. Без спортсменов, если ты не будешь спортсменом, ты не сможешь спуститься в пещеру. А просто туристическое путешествие, это не совсем то, нужно изучать пещеры. Наука есть, биология, палеонтология, медицина в том числе. Микробиология. Микробиология. Микробиология, геология, то есть климат. Очень много направленностей с точки зрения развития молодёжи, научной молодёжи. И, конечно, спорт тоже. Когда ты сходил в пещерную глубину 2 километра, даже там, не знаю, 200 метров, неважно. Это нужно иметь серьёзную подготовку, физическую, спортивную, тактическую подготовку. Это всё обучается. У нас есть спеляшкола, у нас есть программа по обучению спелеолога. В Крыму есть спелео-школа. В Крыму есть спелеоклубы. Множество спелеоклубов. Есть отличные спелеоклубы в Севастополе, в Ялте, в Симферополе. Сейчас Геннадий Викторович говорит уже от имени... Президент. Да, как президент. Да, я заманиваю к нам. Ну, конечно, нельзя сказать все, кто. Но это некая субкультура в любом случае. Но свои-то все знают, что есть такой союз спелеологов. А чужие не знают. Все спелеологи. Спелеологи-то знают. Свои-то, я имею в виду, все спелеологи знают. Безусловно, да. А есть клубы, которые не присоединились, не вошли в союз? Ну, у нас... А предпочитают автономно так жить? Ну, не совсем правильно говорить, не присоединились. У нас индивидуальное членство. Индивидуальное. Индивидуальное членство в союзе. И члены клуба сами присоединяются. То есть, нет такого, чтобы купить. Хотя мы сейчас активно работаем по... Но вот я и говорю, есть такие... Ну, наверняка остались, кто не хочет. Ну, возможно. Возможно, есть такие. Это же свободные люди в свободной стране. Сколько сейчас союз насчитывает? У нас сейчас региональных представителей 45 регионов. 45 регионов. Региональных представителей. Это же в одном регионе, может быть, и несколько. Да. Например, в Сиферополе. Это огромное количество людей у вас уже. В Крыму, да. У нас количество людей достаточно большое. Всего... Ну, как? Все относительно уж, конечно. Всего спелеологов в России, ну так, по нашим оценкам, порядка там двух тысяч. Так. Из них сейчас порядка 500 человек являются официальными членами нашего союза. Четвертая часть. Четвертая часть. Ну, что такое две тысячи? Это, ну, оценку же никто не ведет, никто же не подписывается. Это вот из тех социальных сетей, из анализов социальных сетей. Ну, там же много и виртуальных, мы же понимаем, кто причисляет себя к виртуальным спелеологам, которые, ну, так, диванные войска, да. Но есть, конечно, просто, которые, ну, мы не хотим пока, что по каким-то причинам. Но большинство вот у нас сейчас по той тенденции, которая сейчас проходит... А есть, Геннадий Викторович, регионы, где просто нет спелеологов, потому что там нет, собственно говоря, и основ. Викторович. Ну, да, есть, конечно. Ну, правда же? Естественно, есть такое, ну, где нет совсем пещеры, Западная Сибирь. Да, например? Ну, нет просто, да. Там хорошее болото. Хотя вот Новосибирск, Томск... А это вы уже юг берете? Юг, да. Там очень сильные, мощные спелеоклубы, имеющие давние традиции. Хорошо, а где они занимаются своим делом? Куда они ходят? Обучаются в спортзале, обучаются в спортзале, ездят... Это Алтай, это Кавказ, это Крым. Вот фанаты, а? Любые регионы, да. Потрясающе. Здесь можно находить друзей. Всегда, когда мы ходим в пещеры, мы находим, ну, как с моей точки зрения, три категории, как мы общаемся с миром и с пещерами. И общаемся мы, человек и пещера, человек и человек, это командная работа в любом случае. И собственное саморазвитие. Я и я, да? То есть я и пещера, я и я, я и друзья, я и я. Это вот очень важные три направления, в принципе, любого дела, наверное. Но здесь еще добавляется пещера, в которой ты общаешься как с живым существом, наверное. А я и я – это без пещеры? Нет, внутри пещеры. Ну, ты приходишь, почему же тибетских монахов всех всадили в пещеру, и они жили там, должны были посидеть месяц, там, заниматься медитацией. Ну, потому что ты находишь саморазвитие внутри пещеры, когда находишься в пещере. Экстремальная ситуация. Хотя бы немного приоткройте вот эту завесу. Я и пещера, общение. Это как? Хоть немножечко, чтобы мы могли представить. Но вы же туда не на сутки поселяетесь? В пещерах? Да. Ну, почему? Конечно, нет. Но я максимально, чтобы в пещере, 27 дней, например, без выхода на поверхность. Ну, да, вот. Почему можно сутки? В одной пещере. Да, в одной пещере. Мы зашли, 27 дней шли. 13 дней шли вниз, 11 дней шли наверх или наоборот, я уже не помню. 5 дней работали под землю, на дне там ныряли мы. То есть, вот месяц были без выхода на поверхность. Зашли, ну, бывает и больше, бывает и меньше. И как вы себя чувствовали, когда на поверхность вышли? Не хотелось выходить. Серьезно? Конечно, да. Очень комфортно. Здесь все понятно. В пещере все понятно. Есть я, есть моя другая пещера. Там ограничена как бы, да. Все хорошо. То есть, пещера... И со временем как-то вы ее начинаете понимать. Ну, спелеолог начинает понимать, чувствовать. Наверное, чувствовать, да. И стараешься не навредить пещеры. Один из главных кодексов общения с пещерой – не навреди. То есть, не нужно лишний раз ломать там стволок тита, там, не знаю, там, откалывать камни лишний раз. Если уж случайно из-под ноги выпал камень, понятно, бывает такая ситуация. Ну, вы-то ее понимаете, но все равно пещера коварна. Ну, наверное, не коварна. Почти все несчастные случаи, которые случались, большинство несчастных случаев, что случались в пещерах, связаны с ошибкой людей, человеческий фактор. Мы ввели учет. Большинство – это человеческий фактор. Что человек не застегнул какое-то спусковое устройство, либо неправильно сложил веревку. А происходит это, когда человек себя, наверное, уже считает суперпрофи? Либо спортсменом. Есть люди, которые соревнуются в пещерах. Это неправильно. С нашей точки зрения, это не спорт. Вот можно делать спорт, но в спортзале. А под землей, конечно, нужно быть внимательным. Вот слово «спорт», да, наверное, не совсем подходит. Испытание, физическое испытание. Безусловно. Да, тут безусловно. Даже без вариантов. Ну, а спорт – это все-таки как бы поиск победы. А какая там победа? Ну, разве что победа над собой. Вот такая категория. Да, вот победа над собой, да. А так, конечно же, нет. Победа точно нет. В спорте точно нет. В спортзале, да, я понимаю. Ну, и там можно соревноваться. Проходятся соревнования, всероссийские соревнования. Вот, вот, вот. По спелеотехнике. Да, спелеотехнике, да. Да, и это нормальное явление. Но в самой пещере. Ну, а сами вы попадали в какие-то экстремальные ситуации в пещере? Не, ну, конечно, попадали в ситуации, когда был резкий подъем уровня воды, паводковая ситуация. И когда в том части, где мы работали, был глубокий завал, он обрушивался. Это где случилось? Ну, в разных пещерах. А обрушение было? Да, бывали обрушения. Обрушение хода? Обрушение, ну, в пещерах случаются глубокие завалы, случаются обвалы. Это когда про них, сквозь них проходишь, они могут быть нестабильными. Ты тронешь так называемый ключ, ключевой камень. Да, вроде бы как камушек с кулак. Ну, вся эта конструкция, которая держалась на этом камушке. Серьезно? Она обрушивается, тебя засыпает вдребезги по вам. Ну, слушайте, обыватель... Вы же не можете найти этот камушек, правильно? Да, можно бояться. Нужно быть аккуратным. Об этом и речь, Геннадий Викторович, потому что обыватель тут же думает, как же туда лезть? Это если ты пролезешь, а сзади тебя случится обвал. Даже не на тебя, а сзади тебя. И ты оказываешься... Есть специальные техники, вернее, предупреждения своих товарищей. Ты же не проходишь, никому не говоря. Регистрация... Раньше была везде регистрация в контроле спасательной службы. Сейчас, конечно, в меньшей степени, но тоже мы стараемся, чтобы это делать. Регистрация. Мы сообщаем своим товарищам. Обязательно остается человек на поверхности. То есть, не везет, чтобы все ушли. Есть по пещере, в больших пещерях протягивается связь. То есть, если в нужное время человек не вышел на связь, значит, нужно идти на спасательную работу. А как она протягивается? Ну, телефонная связь, как военно-полевой кабель. Есть разработанная связь и без кабеля. До 500 метров под земли массив опород пробивается. Но достаточно дорогая штука на основе нового излучения. Вот один телефон стоит 600 евро. Нужно как минимум два, понятное дело. Если через 500 метров. То есть, через километр нужно три телефона, чтобы передатчиком. Но это достаточно дорогая штука. Но как бы не имеет, наверное, смысла. Потому что с ним нужно уметь работать. Это целая система. Там антенну нужно растягивать. А протянуть кабель проще. Но это оттащить нужно с собой. Да, кабель ты всегда оставил, кабель там находится. Плюс еще он является путеводной ниткой. Если ты хочешь забудиться, то тоже очень важно. Конечно, это тоже очень важно. И у нас связь в Крыму уже не осталась, таких пещер, где связь тянется. Потому что все-таки они уже не такие большие, как раньше оказались. Как раньше деревья были большими, у всех у нас. А когда вы в эту огромную пещеру спускались, по которой сколько там? 20 с лишним дней шли. Какое средство связи? Только устная, да? Нет, почему? Ну, телефонный кабель протянули. Вот на такое огромное расстояние. Ну, там же огромное количество веревок. Не знаю, на километрах 15 веревок находятся в пещере. Там кабель все. Это же делается не за один день. Пещера исследуется годами. Такие особенно большие. То есть, проходит участок. Участки, да. Строится подземный лагерь. Это же тоже сложно. Не так, как полянка. Там через сезон опять пришли, опять прошли еще участок. А кислород в пещере? Обычно кислород, воздуха вполне достаточно. Обычно. Бывают, конечно, экстремальные пещеры. Например, как пещера с Северной рекой. Там недостаток кислорода. Например, как пещера Таврида в Крыму. Там тоже недостаток кислорода. Там 17% вместо 21%. Это повышенное содержание углекислого газа. Потому что там не было вентиляции. Там скапливается, да? Там скапливался углекислый газ, потому что пещера находится в разломной зоне. Пещера Таврида находится в разломной зоне. Так называемая крымская шовная зона. Если так, по линии примерно Симферополь-Феодосия. Это зона сочленения горного Крыма и равнинного Крыма. Швейной 10 километров. Это не линия. Это широкая зона такая. Это какая гряда? Это не то, что гряда. Это уже не гряда? Нет, гряда. Первая, вторая, третья. Между внутренней грядой и внешней грядой. Можно сказать, вот так. Примерно так. И вот там происходит поток глубинных газов. В том числе углекислого газа. Если сделать вентиляцию, проблем не будет. Но так как там не было вентиляции, он скопился. В северной пещере там сероводород, понятно. Через некоторый день начинаешь чувствовать себя неловко. Хотя дышать нормально можно. Бывают пещеры, например, в вулканических породах, в вулканах. Там вообще дышать, наверное, невозможно. То есть обычно в больших пещерах, в карстовых пещерах. Все нормально с кислородом. Вентиляция нормальная. Ну, никто не умирает от недостатки кислорода. Даже видно, наверное, если зажечь, допустим, свечечку, да? По движению пламени. Да, такое, конечно же, видно. Такое видно. Послушаем новости и вернемся в студию. Вечерний перехват. Серьезно о серьезном. Мы продолжаем вечерний перехват. Восемнадцать часов, тридцать четыре минуты. Марина Павлова, Владимир Андронаки у микрофонов. А также вместе с нами Самыхин Геннадий Викторович. Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета. Президент Российского союза спелеологов. И, конечно же, напоминаю номер телефона, плюс семь девятьсот семьдесят восемь четыре нуля двести шестьдесят четыре. Если кому-то интересно, вот именно эта жизнь, да, спелеологическая. И закончили мы с вами разговор. Да не закончили, а продолжаем разговаривать о том, как же находиться в этой пещере, возможно, да, в течение многих-многих суток. Вот именно о быте. Как, как, как? Вот что можно, что нельзя? Как вы можете без жареной картошки столько времени обойтись? А если холодно, просто потеплее свитер одеть? Ну, не совсем так. У нас насчет жареной картошки можно и такое сделать. Но мы как-то общались с нашими американскими коллегами, которые следуют тоже глубокие пещеры, но не в Америке, а в Мексике, там, 1200 метров глубина. У нас там 2 километра, а у них 1200. И они нас тоже спрашивают. Такой же вопрос задают. Чем вы питаетесь? Мы такие, ну, начинаем рассказывать, у нас колбаса, рис, гречка, макароны. Тушенка. Тушенку не берем, стараемся не брать банки, они нам мешают. Тяжелые, да? Не тяжело просто с ними, их тяжело упаковывать. Стараемся заменить. Хотя можно и тушенку. Тушенки тоже иногда берем. А каждый сам для себя получается? Нет, мы берем специальный транспортный мешок, в который укладываются продуктовые мешки. Это примерно на 10 человек от дней мешок, где расписано питание на утро, вечер. Обычно в обед мы не питаемся, у нас шоколадки под каску, в карманчик, перекус такой, потому что целый день перемещаешься по пещере. Да, глюкоза. И вот он на меня спрашивает, и когда я отвечаю, что мы были в обычном питании, он с удивлением спрашивает, почему так, а как должно быть? Ну, у нас договор с НАСА. Космическая еда, да? Космическая еда. Мы такие, не-не-не, ребята, вы совсем в другом мире живете, мы живем в нормальном мире. Едим нормальную картошку. Едим нормальную, ну, фактически, конечно, сухую картошку тоже берем. И только потому, что мы нормально питаемся, мы делаем нормальные достижения, в общем-то. И то, что вот большие пещеры, есть два типа посещения пещер. Это альпийский стиль, как в горах. Ты утром вышел из какого-то предгорного шале, пробежался наверх, спустился опять пить пиво и кушать колбаски в Альпах. Либо в Гималаях, когда долгая многодневная экспедиция с базовыми лагерями на 2-3-4 недели. То же самое в пещерах. Можно за не сильно большую пещеру, не сильно глубокую пещеру за один день спуститься туда и обратно. Либо там много дней и спускаешься, не торопясь, работаешь в этой пещере в течение нескольких недель, даже месяцев, мы практикуем именно такой стиль работы в больших глубоких пещерах. И, естественно, все это затачивается. И питание, и одежда, и специальное снаряжение, и бивачное снаряжение, и спальники. То есть все это делается... А вот вечно в походах возле костра сидят люди в лесочке. А вы как? Другая задача согреться, высохнуть. Нельзя уже самокрым спать. Большинство пещер обводненные. Ты ходишь либо в гидрокостюме, а в гидрокостюме, простите, тоже потеешь, и ты все равно влажный. Ну, пот остается в гидрокостюме, никуда не уходит. Либо ты, если без гидрокостюма попадает вода на комбинезон, немножко промокаешь. Влажный. И температура плюс 4 градуса, плюс 3 градуса, плюс 5 градусов. Ну, это уже очень холодно. Если ты лег спать в спальник мокрым, сегодня ты высох. Но на следующий день спальник мокрый, и на следующий день у тебя спальник уже мокрый, то он уже не высохнет, ты уже не высохнешь. Поэтому такое, ну, почти законная рекомендация, конечно, ложиться спать высохшим. И горит прямо с палатки, и пока ты готовишь кушать, пока общаешься, пока разговариваешь, ты сушишься, высушиваешься. Но при плюс 4-х-то особо так и не высохнешь. Высушиваешься, все нормально. Причем горит же горелка, бензиновая горелка горит, и высушиваешься. Ведутся разговоры. Мы даже практиковали такие моменты. Мы брали с собой маленькие диктофоны и записывали, о чем мы говорим. Это было так интересно послушать через... Потом. Потом это было очень интересно. Серьезно? Казалось, здесь как бы все понятно, а потом думаешь, боже, неужели мы об этом говорили? Темы такие, ну, не всегда очень серьезные, иногда шуточные. Ну, обычная жизнь. Подождите, а алкоголь спелеологи с собой могут брать? Ну, стараемся не брать алкоголь, потому что все-таки это нарушает... Алкоголь – это психоделия, которая нарушает сознание. Нам это не нужно там делать. Это неправильная постановка вопроса. То есть, мы стараемся этого не делать. То есть, не берем алкоголь под землю. У нас и так хватает адреналина, который, в общем-то, меняет наше сознание в пещере. Геннадий Викторович, ну, вот такие вот условия совершенно сложные условия. Очень сложные. И физические и так далее. Может быть, женщин лучше туда не брать, мужчинам-то проще. Вообще, мне кажется, какой-то однополый коллектив, он, наверное, лучше, вот чисто мужской коллектив. Как вы считаете? Я не знаю, я вас спрашиваю. Не готова сказать. Я думаю, что не настолько это сложно, как сейчас кажется. Не настолько сложно. Нагнали страху на нас. Ну, плюс четыре. Это очень холодно. А теперь, говорит, не очень сложно. Почему? Люди ходят в зимние походы. И спят в зимних походах. Ну да. Принято 20 минус 40. Ничего страшного. И барышни ходят. Никаких проблем нет. Но неделю же. В зимние походы неделями ходят. Неделями. Конечно. Это точно не проблема. Сейчас нет плохой одежды, есть плохая экипировка. Это очень важный момент. Хорошая экипировка. Сейчас, конечно, как смотришь, вспоминаешь, как это было там 20 лет назад, там были какие-то штаны с пузырями, такие шестяные свитера. И сейчас флисовая одежда, которая очень быстро отводит влагу, практически греет, даже мокрая. Совсем другой уровень комфорта. Конечно, и барышню можно ходить. Да. И это не это. Хорошо. Тогда другой вопрос, тоже мне кажется важный. Психологическая подготовка. Случались там срывы какие-то психологические у кого-то? Вернее, так, вообще случаются ли? Да. Случаются срывы. Именно в связи с тем, что под землей. Замкнутое пространство. Да. Ну, и замкнутое пространство. Или из-за чего? И еще из-за большой глубины часто встречаются. И замкнутое пространство из-за воды. Когда человек понимает, что это большая глубина. Что такое из-за воды? Из-за воды начинается подъем уровня воды большой. Например, паводок. Люди начинают... Нервничать. Нервничать, да. Что мы можем там какие-то там... Утонуть. Утонуть. Это, вот помните, в прошлом году была серьезная история, когда в Таиланде... Да, конечно. Школьники... Целый класс. Целый класс. У нас там застряли, их вытаскивали. И там один спасатель погиб. Погиб. Мы знаем, что если дождит, то лучше не ходить, потому что уровень поднимется и можешь не выплыть. Если там сухо, ну, все понятно, все очевидно. Конечно, прогнозируемо. Ну, да. Такие ситуации были, когда людей были срывы, приходилось помогать им выйти на поверхность. После этого большинство людей прекращают ходить в пещеры. Но есть и медицинские исследования, есть, конечно, написано несколько кандидатских диссертаций по нахождению людей в пещере. В принципе, замкнутое пространство не только в пещере есть. Это и подводные лодки, это космические корабли, это полярные станции. То есть много, есть множество вариантов, где можно исследовать в пещерах медицинские аспекты на пребывании каких-то групп в замкнутых пространствах. А медика вы с собой берете? Или вы сами себе медики? По возможности, да. Но все проходят курсы, стараются проходить курсы медицинского, медицинские курсы. Хорошо, но верите ли вы в какие-то предчувствия? Ну вот что-то нет. Давайте отложим на послезавтра. Не завтра, а послезавтра. Ну не знаю, грубо говоря. Ну, что такое вера? Конечно, да. Конечно, ответ – да. В ответ – верим. Можно сказать, что если насчет веры, то да. Без веры человек вообще не может жить. В принципе, это неправильно. То есть человек должен верить. Ну, мое глубокое убеждение, что человек должен верить. И, конечно, если вы говорите о предчувствиях, да? Бывает. В предчувствиях, да. Вместо этого действия. Но эти предчувствия, они же основаны на чем-то. Иногда ты не можешь себе объяснить, а просто вот тебе так кажется. Ну, скорее да. Скорее так кажется. И есть даже такие маленькие законы, которые написаны тоже, в общем-то, скажем так, несчастными случаями. Особенно про подводников. Потому что те спелеологии, которые ныряют с аквалангами в пещерах, это самое сложное, наверное, из спелеологических действий – это работа под водой и работа в губовых зававах. И то и другое очень сложно. Ну, если тебе хотя бы 5% было такое, мы придумали такой закон, если бы хотя бы 5% кажется, что не нужно сегодня нырять в пещере – не ныряй. Даже 5%. Хотя бы чуть-чуть, хоть какое-то малейшее сомнение – лучше не ныряй. Не ныряй. А посвящение в спелеологии бывает? Не, ну, шуточное, конечно, бывает. Ну, какое-то. Ну, это шуточное. Ну, так, скорее всего, просто я давно уже отошел. Шуточно что делается? Ну, я давно этого не делал. Студентов не посвящаете, да? Ну, как-то, наверное, нет. Вы еще скажите, что вы не видели черного спелеолога? Нет, не видел, да. Ну, слышал много рассказов. Слышал много рассказов, которые… А, ну, вот хорошо, хоть слышали. Да, да, слышал много рассказов, причем, которые происходили с моими товарищами прямо при мне, как бы, ну, я немножко не доверяю этим рассказам, хотя, конечно, все может быть. Ну, когда студент спелеологом становится? Когда хотя бы раз с вами в поход подземный? Когда он сам себя начинает так считать. Я думаю, это правильно. Ты считаешь себя спелеологом, это уже важно. То есть говорить о том, что ты можешь не быть спелеологом, хотя там просто изучаешь его по атласам, ты уже спелеолог. Изучаешь, делаешь это по съемке, изучаешь микроклимат, ни разу не бывая в пещере. Но ты изучаешь там подземную минералогию, например. То есть это тоже изучение спелеологии. Геннадий Викторович, давайте хотя бы в конце вспомним о том, о чем я говорила в начале, да, о том, что целая экспедиция у нас будет отправлена летом в Турцию, да, изучать пещеру. Это очередная? Да, это очередная экспедиция. Экспедиции в Турции было больше, наверное, 8, ну, почти 10 или 9 или 8 или 9 экспедиций. Там настолько интересно в Турции? Настолько интересно. Это огромный карстовый массив, он находится на юго-востоке Турции, это восточный тавр поближе, вот в районе Сирии, ближе к Сирии. И что интересно, труднодоступные, турецкие коллеги, турецкие спелеологи, их там очень много, турецких спелеологов, сильных, но достаточно тяжело добираться. То есть уикенд-кевинг, то есть выехать на 1-2 дня не получается, то есть нужно ехать на месяц там, им тяжело это организоваться. Мы вместе с нашими коллегами, с турецкими, начали исследовать этот район и нашли около 200 новых пещер. Нашли самую глубочайшую пещеру в Турции, 1400 метров глубиной. Мы сейчас, правда, чуть-чуть углубили, соседнюю пещеру, на другом массиве, сделали чуть глубже, на 10 метров или на 15 метров. Но, тем не менее, пещера очень перспективная, и район очень перспективный. Мы работали, конечно, в рамках Украинской спелеологической ассоциации. Сейчас мы продолжаем сотрудничать с нашими украинскими коллегами, и вот, наверное, это будет первая совместная экспедиция. Сейчас до этого мы ездили на Кавказ, мы ездили с украинскими товарищами. И сейчас мы хотим поехать уже как в новом формате Российский союз спелеологов и Украинская спелеассоциация совместно, объединяя, несмотря на какие разногласия политические, объединять людей, так скажем так, к народной дипломатии, поехать в экспедицию совместную в Турцию вместе с турецкими товарищами. Украинские спелеологи, российские спелеологи, турецкие товарищи исследовать пещеру. О политике не говорите? Ну, наверное, нет. А в связи поддерживаете, да, с коллегами украинскими? Да, поддерживаем связи, общаемся прекрасно. У нас много интересных тем по пещерам. Зачем нам говорить о политике, если у нас есть пещера? Ну да, ну хорошо, с другой стороны, политика находит вас. Если это юго-восток Турции, то это неспокойный район. Там курды. Мы были в последний раз, да, вообще это Курдистан. И мы, когда были с турецкими товарищами, наши турецкие товарищи из Стамбула, из Анкары, не всегда понимали местных жителей. Вот-вот. Потому что там они курды, они не понимали. Ну, и там пастухи жили тоже. Но мы были последний раз в 2014 году, уже при России, мы уже были там, не было проблем, все хорошо. То есть, все-таки не настолько близко к серии. Ну, все-таки это горы. Ну, и там все-таки нет проблем. С этим не было проблем, все хорошо. Исследования, надеюсь, мы проведем и в глубочайшей пещере Турции. То есть, вы продолжите? Продолжим. Продолжите вот в той пещере? Продолжите перспективы, исследование, нахождение, создание, есть предпосылки сделать глубочайшую пещеру в мире на этой территории. Потому что так называемый карстовый потенциал или гидропотенциал больше 2,5 километров. Там, где верхний вход пещеры, где вода разгружается в виде карстового источника, перепад около 2,5 километров. Если мы дойдем до этого источника под землей, это будет глубочайшая пещера в мире. А сейчас какая самая глубокая пещера? Сейчас пещера Веревкина. Она стала глубже пещеры Крубера, в которой я спускался, на 6 метров глубже. Так что... Нет, так вы назовите цифру. Пещера Верев... А, 2012 метров. То есть глубина пещеры измеряется... Измеряется... То есть та крайняя точка – это то, куда человек может дойти. Да, да. Если кто-то сможет дойти дальше, то глубина пещеры увеличивается. Вот достаточно долгий период времени. Глубочайшая пещера была пещера Крубера, 2199 метров. Так. И сейчас на 6 метров глубже стала другая пещера. Но 6 метров, к сожалению или к счастью, это пока что в пределах ошибки табографической съемки. Плюс-минус 1%. 1% на 2 километра – это плюс-минус 20 метров. Все-таки мы снимаем по инструментальной съемке. Когда говорится глубина, речь не идет о протяженности. Речь идет именно о глубине. Именно о глубине. Именно о глубине. Амплитуда или перепад высот. А не путь, пройденный вниз. Путь, конечно же, совсем другой. У нас путь может быть и 13, и 20 километров. Вот-вот-вот. Это совсем другие категории. И в пещере, в Турции... Пещера, кстати, в Турции называется... Мы назвали ее в честь ворон, которые там селились. У нас есть несколько пещер, связанные с именем Воронья. Воронья пещера в Кавказе, одна из глубочайших пещер в мире. А там тоже селились вороны. Мы спрашиваем у турецких товарищей, как называются вороны по-турецки. Они говорят «карга». Мы такие, не, ну «карга» как-то там звучит некрасиво. Но «карга» – это вороны, которые живут в городе. А ворон, который красивый... Благородный ворон. Благородный ворон. Это «кузгун». Мы такие, а, ну, все. Вот это пойдет, да? Пойдет. Мы назвали его «кузгун». Пещера «кузгун». Пещера «кузгун». Пещера «ворона». Пещера «кузгун». И вот она сейчас глубиной 1400 метров. Но мы остановились на том, что прошли сквозь глубокого завал и вышли на подземную реку. Там внизу шумит водопад. Мы просто не смогли спуститься. Уже конец экспедиции по 2014 году был. Больше не спускались сюда. Так что потолцать... С тех пор вы не были там. С тех пор не были. И вот вы возвращаетесь именно в эту пещеру «кузгун». В надежде, что в пещере «кузгун» мы сделаем новые открытия и дойдем на какие-то бесконечные дальние глубины. А после таких-то походов, скажем так, читать лекции скучно? Нет, очень интересно. Интересно? Очень интересно читать лекции. Ну, в общем, мне нравится работать с людьми. Когда мне говорят, сколько вам нужно времени рассказать о чем, о какой-то теме, я говорю, сколько дадите. Потому что разговаривать можно бесконечно, это интересно. И со студентами, с детьми мы обсуждаем, как правильно говорить, как правильно рассказывать, добиваться своей цели, как правильно рассказывать людям о том, что ты хочешь рассказать, чтобы тебя услышали. Это очень важно. Потому что многие студенты, молодые люди не могут донести своих мыслей до родителей, до друзей. Между собой возникает недопонимание. Это очень важно, научить людей. Мне очень интересно читать лекции. Когда вы начинаете скучать о пещере? Ну, я не знаю. Сразу же, как только вышел. Сложный вопрос, да. Конечно, очень хорошо быть в пещере, когда наваливаются другие миры, кроме пещеры, которые находятся в нашем социуме, безусловно, это и работа, и... И вот туда ушел. Хотя, потому что работа непонятна. Я не беру отпуск, в принципе, потому что я не устаю. Зачем отдыхать, да, если... Да, это моя жизнь. Моя работа, нынешняя работа, так совпала, что и работа, и увлечение совпадает. Вы счастливый человек. Совпадает. Ну, я надеюсь, вы тоже счастливы. И вам еще и за это деньги платят. Ну, давайте... За ваше увлечение. Давайте не будем называть, какие зарплаты сейчас получают старшие преподаватели, но, к сожалению, не всегда хватает денег. А президент? Президент не получает ничего. Нет, я имею в виду союз за спелеологом. Это бесплатно. Да вы что? Общественная должность. Это общественная должность. Конечно же, общественная должность. Вот это да. Это авторитет. Ну, возможно. Так, хорошо, Геннадий Викторович, где учат на спелеолога? Или это вот надо почувствовать, так сказать? Есть обучение. Кроме зова души. Есть варианты обучения в спелеоклубах. Прежде всего, в спелеоклубах учат практической спелеологии. Научной спелеологии можно обучаться в Крымском федеральном университете. У вас? Да, у нас. Я веду единственный в России спецкурс для магистров. Называется «Основой спелеологии и инженерной корстологии». Нам важно не только знать спелеологию, но как применять эти знания в быту, здесь, в мире. Инженерная корстология, сейчас яркий пример на трассе Таврида. Если бы мы не нашли эту пещеру, если бы мы не исследовали, произошло бы обрушение трассы. Потому что на поверхности оставался метр-полтора. Любая большая машина просто провалилась бы в огромный зал. Да это вообще не что метр. Это реальная опасность. А в гипсовом карсте, в Башкирии, в Нижнем Новгороде очень часто происходят провалы. Происходят провалы и в Крыму. Это тоже есть. Это называется инженерная корстология. Любое гражданское строительство должно предваряться инженерно-геологическим изысканиям. Если там находятся закорстующиеся породы, необходимо провести специальное корстологическое изыскание. И мы этому учим, как это сделать. Мы проводим корстологические изыскания, мы специалисты в этой области. Надеюсь, что сейчас мы пишем федеральный закон, раньше не было федерального закона по карсту. Мы сейчас пишем федеральный закон по карста опасности. Вы имеете в виду, мы это союз? Мы это Крымский федеральный университет, не только Крымский федеральный университет, а все ведущие вузы страны, связанные с карстологией или инженерной карстологией, с карста опасностью. А что вы хотите этим законом? Чтобы было прописано, как правильно сделать изыскание граждан перед началом строительства. Мы изучаем карстовые воронки, изучаем минерализацию воды, мы изучаем формы, мы изучаем процессы. То есть все это мы должны прописать. Сейчас это все изучается, но этот закон, есть сейчас СНИП, СПС, вот правил, по которому есть глава по карсту. Но это только глава, и она очень не охватывает не все регионы. Глава писалась по сульфатному карсту, по гипсам. У нас известняки. То есть она практически не прописывает, а там совсем разные условия образования карста и форм карстова. Геннадий Викторович, ну вы нас это немножечко как-то насторожили тем, что Симферополь-то построен на карсте. Да, конечно. И пневматика. И теперь мы будем бояться. И так и есть. Все изыскания, есть так называемая главэкспертиза, и вся государственная экспертиза в Симферополе сейчас при гражданской строительстве требует... Вы даже не пытаетесь успокоить симферопольцев, у меня это тоже... В Симферополе находятся 10 пещер. В черте города Симферополь находятся 10 пещер. Они маленькие, но они есть. Но они есть. А сколько этих ходов, которые мы не знаем? Не так давно, нас вызвали, ну где-то год назад, может чуть больше, может два года назад я уже сбился. Вызвали на Героя Сталинграда, на маршала Жукова. Там есть такой скверик, когда поднимаешься с моста наверх. Небольшой скверик. С правой стороны. С правой стороны, да. Там произошел карстовый провал. Там образовалась новая воронка, карстовая воронка. Барошня с собачкой гуляла, пригласила, раньше не было, сейчас воронка. И говорит, там собачка моя вот. Чуть упала. Там реально пещера. Если можно вытащить ее. И там вот есть тоже небольшие пещеры. Это реально происходит. То есть нужно знать об этом и понимать, как с этим предупредить, исследовать и бороться с этим. Серьезно. И мы этому учим в университете. Что значит бороться? Бороться значит приводить противокарстовые мероприятия. А, можно даже такие... Проводить противокарстовые мероприятия. Сейчас проводится газопровод на Эпетри, тянется он, если не ошибаюсь, к селу Повзневому, Эпетри, карстовый массив. Безусловно, там есть множество воронок, пещер. Проводится детальное карстологическое изыскание, чтобы сделать так, чтобы газопровод не порвался, не провалился. То есть, будет делаться над теми местами, где есть воронки, есть потенциальная опасность, будут специальные мероприятия, например, прокладываются балки, которые длиной, превышающие длину, расстояние воронки, то есть, чтобы она опиралась на воронку, и на них будет откладываться газопровод. То есть, это целая система мер, инженерных мер, которые предотвращают влияние карстовых процессов на гражданские сооружения. Геннадий Викторович, у нас осталась буквально минута. Скажите нечто лирическое. Там, под землей, что слушается, какая музыка, или, может быть, вообще не хочется ее слушать, или, может быть, хочется читать, как душе отдохнуть там. Нет, хочется читать. Мы брали книги и читали вслух. Это очень интересно, читать вслух. Берем музыку, берем маленькие колоночки, сейчас все это позволяет. Причем стараемся, чтобы не замыкаться в наушниках, а стараемся, чтобы это было внешнее. Берем музыка, книги обязательно. А у всех разные вкусы, особенно по музыке. Делимся друг с другом, это очень интересно. А вот так вот. Да, это очень здорово. И еще нам не хватает запахов. Вот в пещере мало запахов, и мы берем специи, берем... Это очень важно. Шанель номер 6. Ну, шанель нет. Когда заходишь в пещеру, не чувствуешь запах земли. А когда выходишь из пещеры, метров за 100-150 глубины чувствуешь запах земли. Вот это да. Запах обостряется. Да-да-да. Ну и, конечно, цветопередача обостряется. Когда выходишь на поверхность, камни белые, трава зеленая, небо синяя. То есть, вот совсем яркое, контрастное. И тогда думаешь, какой прекрасен наш мир. Да, потом она скваживается, ну, начало. Просто ты к нему привыкаешь, да и все. А так оно всегда красивое. Да. Вот как начинаешь ценить. И там мир трехмерный, а у нас мы двухмерно. Вот мы живем все в двухмерном мире. Большинство из нас не смотрит выше своих глаз, там, ну, вот все в двухмерном мире живем. А там все-таки трехмерный мир. Мы к этому привыкаем, к трехмерному миру. Это тоже интересно. Спасибо вам большое. Успехов вам. Спасибо. Нет, это замечательно все-таки, когда вот призвание и работа это одно и то же. У нас был в гостях Самухин Геннадий Викторович, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ, президент Российского союза спириологов. Всяческих вам успехов и новых достижений. Спасибо. Вечерний перехват Серьезно о серьезном